Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию. Тема о 2022 году и касается она «Свет. Декабрьское солнцестояние». Ли Кэррол, Крайон. Приветствую, милые дамы! Я Крайон из магнитной службы. Было время, когда на подобного рода собраниях я говорил, что мой партнер отступает в сторону. Но больше он этого не делает. Причина в том, что теперь он интегрирован с вами больше, чем когда-либо. Вот о чем мы ведем речь. Мы так долго вам говорили, что придет время, когда тьма и свет на этой планете начнут сплавляться вместо того, чтобы разделяться, как раньше. и сражаться, как раньше. В то, чтобы вы назвали наибольшим светом из всех существующих когда-либо. И в этом существует также сплавление вас, вашей культуры, пока вы здесь. Все это, милые дамы, является частью предсказаний, которые я даю вам на протяжении лет. Я хочу, чтобы вы на мгновение просто оценили красоту предсказаний и затем взглянули на решения и постановления, которые будут даже после того, как я вам их дам. Свет побеждает. Было время, когда на эти слова другие бы ответили. Да, конечно. Потому что они действительно не могли понять или увидеть что-либо лучшее, чем у них было. То, что происходит на этой планете прямо сейчас, обладает большим светом, чем прежде. И в то же время показывающиеся тьмы больше, чем было. Но это ощущение. Вы пришли, вы все, из старых пристарых энергий. Если вы прожили лишь 20-30 лет, то все еще испытываете на себе очень старые энергии. У этих энергий нет света, который есть здесь сейчас, поскольку вы никогда не видели то, что во тьме. Поистине никогда. Свет разоблачает подобного рода вещи. Затем возникает реакция. Затем постановление. И часто возникает решение. Но по мере того, как это приходит из года в год, из года в год, все происходит медленно. Но я скажу вам, что этот год показал некоторые замечательные вещи. Не просто, что свет побеждает, но существует нечто замечательное для женщин. Вы можете подумать, что пришло время высказаться женщинам, чтобы у них было то, что должно было быть там все это время. Равенство. Которое там все это время. Ну, не в этом смысле. Речь не об этом. Знаете, что это? Речь идет о том, чтобы женщины встали и спросили остальной мир, что правильно. И это первое. Вы бы подумали, возможно, что в соответствии с тем, как все устроено на этой планете, это было бы последним, что бы произошло. И вы начали видеть, как это происходит. Всего несколько лет назад, когда женщины начали решать вопросы, которые никогда не поднимали прежде. И тогда их не подавляли. Напротив, мужчины также взглянули на это и сказали, знаете, а вы правы. И затем они присоединяются к женщинам и пытаются делать вещи, возможно, немного лучше, чтобы свет засиял над тем, что прежде было очень грязным. Что только что произошло удивительно, на что вы можете указать относительно женщин в целом. Что-то происходит на этой планете, нечто крайне маловероятное, нечто весьма героическое, относящееся к обществу, к культуре. Вы могли бы ожидать, что это придет из семян политики, но напротив, пришло с улицы. Женщины вышли на улицу в стране, в которой им почти все не позволено. И никогда не было позволено крайняя несправедливость. И если они делали нечто незначительное, что не позволял закон их земли, их умерщвляли. И в то же время, когда свет показывался, и я говорил вам близится, теперь у вас есть группы, протестующих вместе таким образом, о котором вы бы никогда не подумали. Некоторым из них на самом деле придется заплатить за предельную цену, но они сделают это в любом случае. И причина в том, что время пришло, и они видят, что время пришло. Они герои этой культуры, этого времени. И история это покажет. Потому что вот начало падения целой идеи подавления. Это новое. Это то, что мы говорили вам, будет происходить. И это лишь начало. Культура за культурой. Вы начнете видеть женщин, ведущих за собой. И мы говорим не просто о правах женщин. Мы говорим обо всех правах. Женщины, ведущие за собой в дискуссии о том, о чем мужчины, не дискутировали прежде. И вновь, когда мужчины увидят это, они скажут, знаете, вы правы. Это ожидается, потому что у женщин есть интуиция, материнство, у них есть лидерство, у них есть чувство шаманов. Я хочу, чтобы вы теперь взглянули на нечто, что я также предскажу. Когда женщины выйдут вперед и начнут раскрывать вещи, которые несправедливы, неверны в общем, не только для женщин, но в общем, то они проделают то, что мужчины не делали. И мужчины посмотрят на них и скажут, знаете, вы правы. Ха-ха, вот это предсказание. Все больше и больше женщин займет лидирующие позиции в дискуссии о честности на этой земле. И им не придется бороться с мужчинами за это. Но скорее, там будет так много тех, кто увидит логику этого, кто увидит нежность, возможно, этого, и многие из них соберутся и устроят разбирательство, что это сказали они. Потому что женщины это могут. Вот новое предсказание. Выход из тени невиданной доселе. Это начинается сейчас. И вы видели это в этом году. И это продолжается. Послушайте. Два шага вперед. Один назад. Но вы, предшествующие, дорогие мои, свет на этой планете светит, как никогда прежде, исправляющий то, что нуждается в исправлении, теми, кому начинают прислушиваться. И это вы. Ожидайте этого. Видите это? Это уже началось. Это происходит. Поздравление. Теперь в процессе всего этого не бойтесь. Потому что это ваше время. Возможно, на самом деле, именно поэтому некоторые из вас здесь. Так многим слоям всего надлежит открыться слои и слои и слои внутри вашей культуры, в которой у вас есть лидерство, чтобы осуществить это и, вероятно, будет, я говорил вам, близиться и вот оно. Я краен, влюбленный во всех вас и так оно и есть краен. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ